В этом ролике я подробно расскажу о том, как же все-таки мы нашли хозяина. Из предыдущего ролика некоторые уже в курсе, что лошадь на самом деле зовут Белла. Прожила она у нас около недели. За этот период с первого дня мы объездили, обзвонили и интересовались у всех, у кого есть лошади, но никто лошадь не терял. Также в первый день мы обратились в полицию, вызвали участкового, составили протокол о том, что найдена лошадь и она находится у нас. Вызвали ветеринара, также конюха и ждали, чтобы ей приехали и обработали копыта. За этот период лошадка получала все необходимое. У нее было сено, у нее была вода. Плюс ко всему, так как у нас Краснодарский край, у нас уже вовсю зеленая трава. А также она получала всякие плюшки в виде яблока, морковки и немного сахарка. Маша совершала с ней ежедневные прогулки по нашему хутору. Мы уже все начали привыкать к лошади и дали ей свою кличку Прада, потому что как-то нужно было ее называть. И нам дают еще один номер телефона местного адыгейца, у которого также было три лошади. Муж позвонил ему в воскресенье и с того конца телефона трепетно ответили, могу ли я приехать посмотреть лошадь. У меня лошадь пропала почти около месяца. Договорившись о встрече, Казбек приехал вечером, именно так зовут хозяина лошади. И когда он зашел во двор, он произнес кличку Белла, на что лошадь сразу же среагировала. Очень положительно и очень трепетно. Это было по ней заметно. До того, как он приехал, он мужу начал описывать характер и поведение лошади. Они были очень схожи с ней. У этого человека есть еще два, Мерина и Белла. Белла с самого рождения была как собачонка. Она везде ходила по пятам и она не знала пределов окрестностей и никогда не выходила за забор. Шрам, который у нее на морде, она заработала себе, когда была жеребенком. Она чуханулась об железный уголок и тем самым оставила такой след себе, скорее всего, уже на всю жизнь. Когда Белла подросла, по соседству есть также адгейц, у которого большой табун. И один жеребец из этого табуна увел Беллу через забор. Осталось только непонятным, каким образом табун вернулся домой, а Белла так и не вернулась. Казбек ходил, ездил, искал ее, но так никто ее не видел и найти ее не могли. И он уже потерял всякую надежду, потому что ее не было дома уже более 20 дней. Итак, на следующий день Казбек приехал рано утром с другом и уже пеший увел лошадь к себе домой. От нас это примерно 20-25 километров. Больше всего нас удивило, что он сказал, что Белла совершенно не объезжена и на ней никто не сидел. И когда мы ему сказали, что Маша на нее не только села, но и прокатилась по двору, он сказал, что не поверит, пока мы не покажем ему видео. И когда он увидел на видео Машу верхом на Белле, он был приятно удивлен и сказал, что у нее действительно определенный талант в общении с этими животными. На этом отрезке Казбек на телефоне показывает нам маму Беллы. Они очень похожи и у нее мама очень красивая. Но на этом история не заканчивается, потому что мы хотим посетить Беллу и продолжать с ней общаться. Больше всего рад наш пес Тишка, потому что ему снова будут дарить любовь больше всех. Спасибо всем за моральную поддержку и ваши добрые комментарии. Мира всем и добра! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok